Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, мытищинские органы субъектов профилактики проводят регулярно. Задача – не допустить ситуации, когда дети могут оказаться в социально опасном положении. Специалисты различных ведомств, входящих в состав комиссии по делам несовершеннолетних, еженедельно выходят в рейды и патронируют семьи, тем самым минимизируя ситуации, угрожающие жизни и здоровью ребенка. По результатам которых выявлено 30 детей, находящихся в социально опасном положении, данных детей в обязательном порядке помещают в медицинские учреждения, после чего переводят в дом ребенка, а также устраивают социально-реабилитационные центры. Вместе с тем принимаемые меры не всегда оказываются в полной мере результативны, поскольку родители, несмотря на требования субъектов профилактики, продолжают вести социальный образ жизни, антисоциальный образ жизни, злоупотреблять спиртными напитками, ненадлежащим образом продолжают исполнять родительские обязанности. С такими несознательными родителями работа ведется по нескольким направлениям. Беседа – это первая ступень такой профилактики. Крайняя мера – лишение родительских прав. И Конституция, и Семейный кодекс Российской Федерации предусматривают право, и не только право, но и обязанность по воспитанию детей. Соответственно, обязанность влечет за собой определенный комплекс тех действий, которые должны произвести родители. И воспитать, и поставить на учет, и следить. До совершеннолетия родители несут ответственность полную. Даже если ребенок поехал в гости к бабушке, и в ту минуту находится у бабушки, все равно ответственность несут родители. Это установлено действующим законодательством. Но самая большая проблема современного общества – это равнодушие. Порой мы проходим мимо нуждающегося или не хотим замечать важных вещей. А ведь кто-то, возможно, ждет помощь именно со стороны. Особенно страшно, если в помощи нуждаются дети. В связи необходимо и педагогам, и гражданам уделять особое внимание по выявлению таких семей, в том числе признаков детей, находящихся в социально опасном положении. Таковыми могут быть, например, следы побоев, несоблюдение элементарных правил гигиены, замкнутость ребенка, либо, наоборот, чрезмерная возбудимость, отрицание каких-то общественных норм, а также желание родителей ограничить ребенка в общении от каких-либо социальных контактов. В результате чего дети замыкаются, и нет возможности выявить данных детей своевременно. Юлия Федориненко, Константин Химичев. Информационная программа «День».